Получится пройти к хате-то этой? Я... Блять, тут прям... Мы прям в аномалию приёмся. Нет, это даже не хата. Какая-то радиоактивная зона. С собаками. Всем привет, друзья! С вами Владимир, канал Гильдии Геймеров. Вот, и мы продолжаем проходить Сталкер Онлайн. Надо, наверное... Ой, кресло чуть-чуть. Да что ты будешь делать? Чуть-чуть кресло подрегулировать. Даже ещё чуть ниже, вот так. Вот, сегодня, короче, небольшой маленький сюрприз меня ждал после того, как я отстримил этот самый. Отстримил, короче... Как его? Бредхенш игру. Вот, вроде бы прошёл там всё остальное. Но забыл нажать на кнопочку «Магнитофон» в настройках стрима. И у меня стрим не записался. Вот так. Не записался, охренеть. Короче, я, наверное, там потом по сериям нарежу. Вот, а сейчас я решил посмотреть дальше Владимира Ильича. Да ладно, Ленин, что ли? Дальше посмотреть в Сталкер Онлайн. Мне прям интересно, что здесь такое дальше будет. Вот, кстати, я иду на выставку Комик-кон. Вот, я посмотрел билеты на сайте Крокус Экспо. И казалось, что мне так уж и дорого. Я думаю, схожу в пятницу, вот, на пятничные билеты стоят 1400 рублей. Вот, поэтому я схожу в пятницу, посмотрю, чего там. Вот, быстрее, наверное, видео запишу для вас. И в пятницу вечерком, наверное, его по Комик-кону и выложу. Вот, ну, плюс там много видео постараюсь позаписывать. Прям несколько аппаратов возьму с собой. Экшн-камеру возьму с собой. Телефон, естественно, заряжу. И еще фотоаппарат возьму, чтобы это все у меня было. Чтобы можно было бы там какие-нибудь, если будут игры, прохождения записать. Всяких там косплейщиц. Вот. И что еще? А, и еще будет же выставка одновременно Игромир в это же время. Поэтому в это же время я, наверное, еще и на Игромир схожу. Вот, плюс к тому, билеты от Комик-кона дают право бесплатно посетить Игромир. Поэтому я, наверное, еще на Игромир схожу, там тоже видео запишу. Так, тем временем, давайте посмотрим... Так, на Джей. По следам Харота. Харона, хата на Атшибе. Склад. Секреты Харона. Так, короче, выполненные. А, это житель деревни. Так, там и были. Записка от проводника. Проваленные. Пока провальных нету. Знакомство. Владимир Ильич Лесник. Розыск. Пока мы никого не ищем. Так, давай, короче, посмотрим, что у нас за секреты Харона. Так. На-на-на-на-на. Я, кстати, шапочку решил надевать на стрим и на игру, потому что, чтобы наушники не сильно давили на уши. А то больно получается, там, после часа или получаса, или часа, пока наушники, короче, на ушах, то потом уши болят. Вот не очень здорово получается. Так, давай, короче, мы Хата на Атшибе. Так, значит, у нас станция Лесная. Местный житель Владимир Ильич дал наводку, связанную с прозвищем проводника Харон. Якобы среди болот, зад деревней, стоит заброшенная хата хозяина, которой также звали Харон. Однако он уточнил, что уверен в том, что хозяин и проводник – это совершенно разные люди. Причины своей уверенностью никак пояснять не стал. Давай отметку поставим. Так, пойдем поищем хату на Атшибе. А так, где у нас отметочка? Так, это у нас Владимир Ильич. Ленин, наверное, нет? Так, а где у нас склад? Так, склад, понятно. Станция, мы до нее дойдем, естественно. Хата на Атшибе должна быть. Сейчас посмотрим. Так, а где я тут отметку такую... Вот это, наверное, отметка, да? Ну-ка, а если мы эту отметку уберем? На J. Так, снять отметку. На M. Нет, все равно. Отметка-то где у нас? Станция лесная. На Атшибе говорит. Ну-ка. На J. Поставить отметку. Станно. По следам похорона. А, вот это можно отметить. А, вот она, отметка. Ну, понятно. Так. Хата на Атшибе. Так, склад. Возможно, какие-то подсказки остались на складе, где произошли все странные события с мертвым сталкером и непонятным артефактом. Следует выяснить, можно ли как-то снова проникнуть на его территорию. А это мы сейчас посмотрим. И секреты Харона. Так, ну тут, короче, много читать. А, ну тут, в принципе, мы-то уже записку читали. Пойдем хату на Атшибе посмотрим. Что это такое здесь за хата на Атшибе? Давай, наверное... Так, наган у нас на три. Бери пушку. Посмотрим на хату на Атшибе. Так, где она? Хата на Атшибе. Так, там у нас просто остановка какая-то. Так, это у нас трактор какой-то. Хата на Атшибе деревни. Так. Там уже волки какие-то бегают за какими-то людьми, целая стая. Что-то я туда не хочу идти. Так, хата на Атшибе. Не вот это ли хата, кстати? Кстати, хоть это и не Атшиб. Ну-ка, ты открываешься? Мм. Нет, не открывается. А, на Атшиб, наверное. А тут ничего и нету. Так, хата на Атшибе. Ещё бы указал бы, где эта хата. Подробные координаты. Может быть, хата на Атшибе с другой стороны. Так, здесь этот мужик. Атшиб, деревня. Какой Атшиб? Может, вот эта вот хата? Я ж вроде здесь уже был. Хотя тут много хат. Вот ещё часть деревни. Ладно. Давай посмотрим здесь. Хата Харона. Можем пройти тут. Так. Хата на Атшибе. Какая хата? Где она? Так. Хата на Атшибе. Где эта хата, блин? Деревня. Вот она, деревня. Так, ещё раз. Местный житель. Среди болот. За деревней. Среди болот. За деревней. Стоит заброшенная хата. За деревней. Среди болот. Так, погоди. Давай посмотрим, где у нас болото. Болото. Так. Не вот это ли хата у нас? Среди болот. Давай. Поставим. Возможная. Хата. Так. Давай-ка поставим, наверное. Ложочек вот такой. Так. Давай, значит, сходим в эту возможную хату среди болот. Не туда иду. За деревней среди болот. Так это вот туда, значит, за деревней мы идём. Сейчас мы, значит, и дойдём туда. А я, да, он, типа, на отшибе деревни стоит. Там, значит, за деревней где-то, может, располагается эта хатка. Давай посмотрим, что у нас, сказать, скрывает от нас хорончик наш. Не стоит ли там хата или нет? Ну-ка, может, мы до неё... Ну-ка. А мы ещё и не дошли. Там ещё одна дорога будет. Угу. Так, сейчас тут ещё одна дорога будет. Ну-ка. Дойдём. Так, вот сюда она. Сюда дорога. Там какая-то аномалия. Давай будем от неё держаться подальше. Так, за деревней. Вообще трактор. Нет, такая-то груда камней. А где хата-то сама? Среди болот. Чёрт. Аномалия. Угу. Так, давай-ка мы сожрём наше мясо. Так, и... Водички глотнём. Где ж-то, блядская хата-то находится. Среди болот. Мы прям в аномалию идём. Среди болот, блядь. Где она среди болот? Вообще-то этот мужик говорил, что он мне отметку поставит на карте. Я вообще-то не вижу нигде никаких отметок. Там вон хата никакой нету. Ну-ка давай бинокль посмотрим. Эй, бинокль-то есть у тебя? Так. На И. Бинокля нету никакого у меня. А, ну да. Он же мне, блядь, ещё и бинокль отобрал. На хера он мне давал бинокль, чтобы отбирать. А, вон аномалия, смотри-ка. Тут у нас хата никакой нету хаты. Странно. Залить. Где хата? Среди болот. За деревней, говорит. Так. Среди болот. Ну, так. Вообще-то болото, это вот это, скорее всего. Это у нас станция. Это у нас деревня. Тут вообще конец карты. Какой-то. Болото, единственное, это вот здесь. Интересно. Так, где дорога? Где эта хата среди болот? За деревней. Может быть, где-то здесь? Так, погоди-ка. Слышь, животное, иди нафиг отсюда. Я тебя не звал. Может, вот эта вот хата светится, нет? А вон хата загадочная. Так-с, давай-ка мы к ней пройдём. Получится пройти к хате-то этой? Я... Блядь, тут прям... Мы прям в аномалию прёмся. Нет, это даже не хата. Какая-то радиоактивная зона. С собаками. Так, но болото здесь есть. А где хата? За деревней, говорит, хата где-то среди болот находится. Болото вижу. А хаты не вижу. Блин, мне вообще-то интересно найти хату, хорона этого. Там станция находится. Здесь деревня. Древесина. Давай соберём. Пригодится на костёр. Заодно поменяем на патроны, на хавчик. Пойдём искать хату. Где хата эта? Деревня, короче. Вот ещё древесина. Вроде бы он ещё, говорил, на какую-то траву он может поменять. Иди, болот. Так, вон там ещё какой-то мужик бегает. Сталкер. Болото. Болото. Вижу болото. За деревней. А как далеко за деревней. Тут вообще жутко за деревней-то. Где этот дом? Вон хата, смотри, вижу. Вот, наверное, хата хорона. Давай туда. Похоже, по крайней мере. Сейчас мы, значит, посмотрим, чего здесь такое. Прямо, наверное, серию назовём. Хата хорона. Там какие-то крысы... Лазают. Ой, нихрена себе. Это что за херня? Мутировавшаяся крыша. Крыса. Тогда посмотрим, что здесь у неё. Ммм, хвост мутировавшей крысы. Так. Давай посмотрим. Чего в хате-то такое? Эй! Кто в хате живёт? За второй этаж не забраться. Так. Стой. Что тебе здесь надо? Просто оглядываюсь. Оглядываюсь в другом месте. Если хозяин нет дома, это не повод шмонать его хату. Ты знаком с хозяином? У меня к нему дело. Я его жду. Хозяин дома Харон. Старик Харон. Он недавно был моим проводником и кинул меня. А в натуре, судя по твоей одежде, ты в зоне от силы пару дней. А значит, хозяин дома не мог быть твоим проводником. Сколько лет был этому проводнику? Ну, пацан, он мужик в возрасте. Каков? Средних лет, наверное, 30-40. Ясно. Ясно. Я тебе сразу сказал, что это не мог быть старик Харон. Харон, он и вид за 70. По крайней мере, все, кто его видел, так говорят. Ты его не видел? Видел, не видел? Тебе какая разница? У меня к нему дело, и оно тебя не касается. Усёк? Если тебя кто-то кинул, ищи его в другом месте. Ладно, я понял. Так, держи обо мне язык за зубами. Если старика Харона вдруг встретишь, про меня не говори. Прошу по-хорошему, а ещё лучше, если что-то про него узнаешь, мне скажи. Я с тобой тоже чем-нибудь полезным поделюсь на твой выбор. Например, могу патронов отсыпать. Что ты хочешь, чтобы я узнал? Что-нибудь, когда ушёл, когда приходит, где он сейчас. Вообще, что-нибудь. Тут на хуторе живёт один старый хрыч. Он может что-то знать. Спроси его. Мне он ничего не расскажет. Этот хрыч думает, что я бандит, которому подослали делать плохие дела. Ты не бандит? Я сталкер. Надо, мать его, поискать ещё другого такого же не бандита, как я. Но этому хрычу объяснять бесполезно. Если я там появлюсь, то он опять будет пытаться меня своей двухстволкой затыкать до смерти. Я подумаю, бывай. Угу. Такой вот загадочный сталкер с автоматом тут сидит. Так. А ничего тут полезного-то и нету. Такая вот хатка, короче, у Харона загадочная. Что у нас по журналу? Так. Выполненные. Так. Задание 6 из 50. Отметку. Так. Станция. Возможность хрону моста Д-5-2. Так. Сталкер Харон. Расспросить селянина. Секреты Харона. Паск. Ага. Местные жители. Связаный Харон. Болото. Такие же. Ну, причины не стал. Так, дальше. Там Харона склад. Так, давай пойдем. Станция возможных хрон у моста Д-5-2. Или они на. Сталкер, встреченный в доме на болоте, который, по его словам, принадлежит старику Харону, попросил выяснить какую-нибудь информацию о предвижении хозяина дома. Такой информацией может обладать человек, живущий в ближайшем селе. Угу. Так. Ну. Так, ладно. Расспросим. Такая загадочная станция. То есть, эта хата здесь. Прямо на болоте. Пойдем-ка, наверное, отсюда. Так, пойдем-ка, наверное... Так, в село мы сможем пройти здесь? В принципе, сможем. Там, наверное, и аномалий нету. Пойдем, короче, в село. Через болото. Сука, крысы здесь еще. Давай их не будем на них патроны тратить. Расспросим, короче, у селянина, правого Харона. У того, наверное, у Владимира Ильича, который не Ленин. Трава, смотри-ка. Давай, короче, ее соберем. Продадим. Пижма. Так. В конце еще тут травка есть. А, вон, смотри, что-то светится. Ты что? Кокушник какой-то. А, кокушник. И еще трава. Еще пижма. Хм, да мы сейчас, короче, это, травы ему насобираем. Заодно. Травы насобираем, и патронов он нам отсыплет каких-нибудь. Или воды даст, или тушенки. Короче, пойдем к этому Владимиру, который не Ленин. Ильичу. Пушку, наверное, спрячем. Спрячь пушку. Так, давай спрячем, посмотрим, что нам скажет селянин. И двинем, наверное, к схрону. Посмотрим, чего там. Вот, все это очень странно, я бы вам сказал. По поводу нашего проводника. Так, был на хате на болоте, я верно говорю, ты не первый тут ответов ищешь. А никто еще не отыскал. Похоже, хозяин хаты на болоте не мой проводник. А то ж, выходит, потерял ты след, а? Что ты еще вызнать думаешь? А на склад как-то можно попасть? Я тебе так скажу, ты там ничего не отыщешь, а кроме своей погибели. Я и сам любопытствовал, что там творится, было такое. А творится там по концовке ад кромешный. Получается, ты там был? Положим, что и так. Сейчас там только пара безопасных мест. Может, они и безопасные, то только от того, что особицы от всей прочей складской площади стояли. Оттуда на остальной склад уже не попасть. Я не разумею, что там такое содеялось, но так уж содеялось. Ясно, и что мне теперь делать, что посоветуешь? А что тебе я такого могу посоветовать? Тебе влюбить надо. Самый быстрый проверенный способ, иди на саму станцию лесная. Поезда там не ходят, но там у сторожа есть дрезина. Это на юг отсюда, если по бетонке. Ну, по дороге, то бишь. Если с та сторожем, кроме нелады, поговори с барыгой. Он дурной человек, наживается он на таких, как ты. Но чтоб обмануть с дрезиной, о таком я про него не слыхал. Как ни крути, придется с ним парой словечек перемолвиться и зарабить то, что он там постановит, если дрезина нужна. Хорошо. Схожу на железнодорожную станцию. Так, давай мы что-нибудь поменяем. Так. Угу. Так, насчет припасов. Хочу поговорить, поторговать. Ладно, и давай потолкуем. Ты предлагал траву на патроны менять. Во, видал? У меня тут есть это самое. Так, это мы сюда. Так, значит, у меня есть ромашка. Пижма. Нет, ромашка есть. Вы получите вот эти патроны. Окей. Не хватает ресурсов. А, вот точно, у меня же пижма есть. Так, две пижмы есть. Патрон. Окей. Еще пижма. Принять. И так, еще вот это можно поменять. Кокушник. Меняйся давай. А, вот кокушник. Так. Блин, вот как тут все сделано? Так, принять. Да. Так, что еще? Так, аи, кокушник. Ромашка. А, и... А, ну все, короче. Скрыть недопустимы. По сути, все. Так, вопросов. Позже зайду. Так, что еще у него? Поторговать. Ага, закончил диалог. Ладно, пойдем, короче, на станцию. Заодно схрон найдем. Так, у нас тут патронов мы себе набрали. Так, у меня есть патроны 14 штук. Записка. Жареное мясо. Бинты есть. Так. Давай пойдем по дороге. Так, и, 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 и. Так. Секреты хорона. Выполнены. Так, хата на Чибе. Склад, житель деревни. Записка от проводника. Так, вот. Станция с возможностью хрон. Давай вот это поставить отметку. Я ж расспросил его. Вы че? Так, Д-5-2. Под кустом рядом с южным съездом с моста. Угу. Д-5-2, значит, говорит. Д-5-2. Станция. Да, мы посмотрим. Д-8. Д-5. Ой. Там стреляют. Так, Д-8. Ж-8. Е-8. А вот Д-5. Сталкер. Д-5-2. Так, ладно. Стой. У моста, короче. Вот здесь где-то. Д-5-2. А, вот она. Добавить отметку. Так. Схрон. Плажочком, короче, поставим. Здесь. Так, пойдем-ка мы, наверное, значит, вот так. Вот. Заодно посмотрим, где схрончик наш. Пушку, наверное, достань. Был бы круто, конечно, автомат Калашникова здесь найти. 30 минут уже играем. Давай еще минут 15 поиграем. Найдем схрон. Мы тут, знаете ли, на хату пришли. К хорону. А там хорона нету. Все это здесь загадочно и непонятно. На склад мы, значит, больше не пойдем. Мне кажется, или он пить хочет. Что, пить хочешь, что ли? А, воды у меня нет. Смотри-ка. Мне надо срочно воды достать. Наверное, давай посмотрим, что в схроне. Вон еще какие-то светящиеся. Что это там такое за забором? Что-то светящиеся. Давай, может, дров наберем. А, это рыжий лес какой-то. Ну нахер. Так. Так, это у нас склад. А вот дорога, которая на Любич. Пойдем, значит, сюда. Так, там вот крыс какая-то лежит. Или ее уже застрелили? А нет, она тут ползает. Давай сейчас схрон поищем. Военный, что ли? Или нет? Д5-2, короче, давай поищем. У моста, говорит, где-то. Д5-2 схрон. Может быть, это в лодке? Очень похоже. Да, вообще, посмотрим. Давай, короче, доберемся до станции Любич. И тогда там и сохранимся, наверное. Мы тут рядом пока бегаем со складом. Неужто в лодке? Ну-ка. Не, в лодке ничего нету. Где-то Д5-2, короче. Рядом с мостом. Схрон. А, в кустах с мостом. Давай поищем. Мне припасы нужны. Здесь, что ли? Вот он, схрон. Я нашел его. Так. Предмет. Спички. Да, блин. Что, спички, что ли, только нашел? Спички 4 штуки нашел, и все. Может, ничего нет? Может, ничего нет? Вот те дела. Ладно, пойдем, короче, в станцию Любич. Посмотрим, чего там. Там барыга какой-то есть. Нам говорят. Вон, еще какой-то мужик. Давай пушку спрячем. Здрасте. Сан Саныч какой-то. Привет. Местный? А что? Да ничего. Тарантас вот сломался. Думаю, помощи попросить. Мне самого помощь не помешала. Тоже, что ли, тут застрял? Вроде того. Брать по несчастью, значит. Ага. Ну да. Я Сан Саныч. Кстати, ты давно в зоне? Выглядишь, будто первый день тут. А чего тогда спрашивал? Местный ли я? Будем знакомы. Я тут недавно. Короче, вот так. Ну я так и понял. Вижу, что у тебя даже нормального ствола нет. Так и одет, как турист. Сразу подумал, что ты только из-за границы. А чего один? Ты что ли границу без проводника перешел? Был проводник? Да сплыл. Бывает. Разные люди попадаются. Только ты куда теперь? Да любича. Я бы тебя подвез. Но надо Тарантас починить. Давай я помогу. А ты меня подбросишь? Идет? Это завсегда. Да. Но если по правде, боюсь, ремонт займет много времени. Ты лучше прогуляйся до станции Лесная. Большинство новоприбывших добираются до Любичи на Дрезине. Она есть у тамошнего сторожа. Это будет куда проще и быстрей. А уж потом, если что-то пойдет не так, или просто решишь помочь одинокому водиле, приходи. Я буду тут, пока Тарантас не починю. Ага. Насчет припасов хабара поговорить хочу. Что скажешь? Тебе нужно что-то, кроме запчастей? Эм, неплохо бы жратвы какой? До воды непонятно. Сколько я тут провожусь с машиной, а в животе уже бурчит. Не откажусь от жареного мяса или тушенки. Буду очень благодарен. Давай поторгуем. Блядь, мне самому, конечно, нужно. Что в него есть такое? Так, сливай батареи есть. Набор противоядия. Средства введения радиации. Спички. Но, знаешь ли, я, наверное, откажусь, потому что у него ничего нету. Пойдем на станцию лесная. Мужика на картинку пойдет. Вот. Где-то она тут, я думаю, недалеко уже. Так, в смысле, погоди. Так. О, давай тут и заберем. Дрова всегда нужны. А вот станция. Нашли. Станцию нашли. Так. Тут пару... Пару... Вагонов и все. А, так я не дошел до нее. Давай посмотрим, что может быть здесь. Что-то есть, какой хабар. Забирайся. Такого. Такое. Талант. Что-то прыгнул с вагона и уже сломался? Ну, ты даешь. Так, до станции почти добрались. И он жутко пить хочет. Интересно, получится мне дрова обменять. Денег у меня, конечно, не очень много. Вон статуя. Это станция. Что-то здесь хабар просто так... Ох, не продается. Ну, в смысле, не валяется под ногами. Давай спросим у местных, что тут такое. Вон там какой-то УАЗик стоит. Так, вот она у нас, станция. Такая вот станция лесная. Так, миленько здесь, я бы сказал, миленько. Так, чё, кто здесь есть в гостях? Здрасте. Тук-тук. А тут открывается что-нибудь? Уже нет. А где все люди? Чё-то здесь пусто. Не понял. Чё-то на станции пустовато как-то. Вот какой-то мужик сидит. Ты кто? Сторож. Снова ты? Эээ, я тут первый раз. Да? Ну ладно, ты вы все тут на одно лицо. Так, чего хотел? Хотел узнать по железной дороге. Поездание ходит. Станция закрыта. Ты в Любич, допустим. Отсюда все новоприбовавшие идут в Любич, если едут. Или едут. Если только ты не знаешь проводника, который согласится отвезти тебя глубже. Но ты бы не пришел сюда, знаете, такого проводника. Верно? Пожалуй. Ты здесь работаешь? Работаю. Можно и так сказать. Я здесь живу. Станция это, считай, мой дом. Я присматриваю за станцией, пока... Ммм... Не... Может помочь мне добраться... Можешь помочь мне добраться до Любича? У Миши Кочегарова есть дрезина. Если я ему скажу тебя довезти, он довезет тебя до Любича. Понятно. Тебе нужна какая-то оплата, верно? Я рад бы помочь своему другу, но тебя я не знаю. Мне очень нужна помощь. Ты напомнил мне кое-что. Мне нужна проволока. Я должен кое-что починить. Какая проволока? Медная. Сходи к трансформаторам за станцией и поищи там. Раньше там валялись много старой электроники. Поищи. Короче, придется поискать. Где-то у трансформатора. А где барыг-то тут был какой-то? В машине чё нету? Ммм, вон трансформатор. Так, погоди-ка. А может в другой стороне? Потому что там вообще-то аномалия указана. А вот это, наверное, барыга какой-то. Не знакомец. Чё надо? Здорово, чё тут происходит? Ну здорово, чё тут не происходит? А чего только тут не происходит? Но всё, что со мной происходит, это не твоё дело. Усёк? Чё злой-то такой? Злой? Да достало мне всё это. Торчим тут не за хрен собачий. Ещё и до колонки спокойно попить не отойдёшь. Колонка? Глаза раскрой. Вот она перед тобой. Пей не хочу. Вода нормальная вроде. Может, ты расскажешь, что тут да как? Нет, у тебя свои проблемы. У меня свои. Иди со сторожем леса точи. Если нужна работа, тебе к барыге. Ладно, пока. Мм, колонка есть. Прикольно. Давай попьём. Выбрать ёмкость. Ммм, блядь, у меня нет ёмкости. Давай просто попьём. Попить. Отлично. Так, а где барыга? А чё в сундуке? Сундук. Какой-то кипа бумаг. За станцией, говорит, трансформатор. Так, вот здесь я трансформатора никакого не вижу. Понятно, какой трансформатор. Как раз в центре аномалии. А сам этот петражопый сторож не хочет туда идти. А барыга где? Не все тут на улице сидят. Я думал, что это барыга. Это, оказывается, нет. Ладенько. Давай сходим в аномалию. Давай кинем туда чё-нибудь. Я вроде ничего нету. Ох, не нравится мне это всё. Ведь проволока старая здесь. Ух ты, ё. Антирад надо, короче, использовать. Давай. Антирад. Так, проволока рядом. Какая проволока? Здесь что ли? Вроде нету. А, химикат, смотри-ка. Ух ты, ё. Патрончики. И вот эти патрончики. Возьмём. Так, телевизор какой-то. Так, мены, проволока добавлена. Давай посмотрим, может ещё что есть. Так, пока вроде больше ничего нету. Ладно, пойдём к этому сторожу. Проволоку ему дадим. Кажется, скажет своему, куда нам там идти. И, наверное, закончим серию. Долго я тупил, искал этот дом старый. А где барыгак, кстати? Может он в контейнере? Давай зайдём к нему. Потому что я бы купил бы патронов каких-нибудь и автомат. И можно. В контейнере никого нету. А где барыга? А вот барыга. Барыга. О, новое лицо, ну здравствуй, привет. За припасами или ищешь чего-то? Не знаешь, как отсюда до Любича добраться. Ха, братишка, так вот оно что. Ты у нас в Любич, получается, спешишь. Так как же, как же. Я, братишка, помогу тебе. Это без базара. Но... Но что? Нужно заплатить? Ну, зачем ты так сразу заплатить? Тут на станции есть некоторые правила прохода. Да ты не боись, ничего такого, мелочи разные. Нас принято за проход оказывать небольшую услугу в дань. Так сказать, уважение сторожу. Ну и ясно дело, мне небольшой процентик за посредничество сечёшь. Мне же сторожа нужно убедить, что ты достойный человек. Так, понятно. Угу. Так. Понятно, ладно, я пойду другую дорогу поищу. Так, давай вот это выберем. Не моя сторожа, а роль моя в том, что я со сторожем договорюсь. Сторож скажет Кочегарову, что тебя можно везти на дрезине. Кочегаров отвезёт в Любич, Чики-Брики и в Дамки, а? С ним можно договориться? Он же тебе не в себе, я и сам могу со сторожем поговорить. С ним-то это вряд ли братишка, у него Альцгеймер. Страшная, скажу тебе, болезнь. Да ни черта не помнит. Меня-то с Кочегаровым едва узнаёт. А уж чужих-то совсем не различает. Не доверяет никому. У Кочегарова тоже Альцгеймер? Ах, подловил. У Кочегарова, скажу тебе, болезнь даже пострашнее хе. Правда, никак не пойму какая. То ли он такой правильный, то ли трусливый, то ли он просто тормоз. Ты поговори с ним, сам убедишься, что я братишка тебе отвечаю. Если бы всё было так просто, я бы не говорил, что могу помочь. И только я. И как быть? Есть проверенный рецепт, как уболтать сторожа. Я тебе поспособствую, не сцы. Сделаешь, как я скажу, и всё будет чики-пики. Тут уже целая толпень таких, как ты, влюбишь на дрезине отправилась. И никто ещё не жаловался. О каком рецепте речь? Что за услуга нужна? Это верный подход. Мне нужен один артефакт. Проблем с его добычей у тебя не должно возникнуть. Не сцы оборудования я тебе выдам. Только учти, оборудование дам в аренду, не забудь вернуть. А то тут всё равно другой дороги нет, кроме как влюбишь. А влюбишь у меня есть кореша сечёшь. Так что по рукам не сделаешь, я подскажу рецепт. А как сделаешь, я подскажу рецепт, как сторожу уболтать. Так, давай я подумаю над твоим предложением, бывай. Вот как-то парыга мне ничего не захотел продавать. Давай, давай, сторожу проволоку отдадим. Ну вот ты, я проволоку принёс. Какую проволоку? Медную, как ты просил. Я просил, а проволока? Хорошо, пригодится. Может быть тебе ещё что-то нужно? Зачем? Пока ничего не нужно. Чё, я съел что ли, сторож? Это ты проволоку принёс? Я уже приносил, ещё нужно. А, это ты? Нет, спасибо, не нужно. Закончить диалог. Ладно, придётся всё-таки в следующей серии, наверное, так сказать, воспользоваться рецептом. Эх, барыги, а то сторож, в общем-то, не хочет нам помогать, а проволоку отжал, ублюдок такой. Короче, давай, наверное, до следующей серии. Вот, подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарий. С тобой был Владимир, канал Гильдии Геймеров. И это у нас был Сталкер. Целых почти 50 минут. И пока тебе. Субтитры сделал DimaTorzok